Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Совсем скоро стартует трой тур группового этапа Лиги Чемпионов, и сегодня предлагаю вашему вниманию анонс матчей первого игрового дня. Раньше остальных начнется матч в Зальцбурге, где неожиданный лидер группы Д будет принимать испанский Реал Соседат, который также мог балидировать в таблице, но не удержал минимальное преимущество в домашнем матче с Интером, хотя для победы были все предпосылки. За две недели, прошедшие с первого тура, австрийцы потерпели минимальное домашнее поражение, а также одержали две разгромные выездные победы с одинаковым счетом 4-0 в Кубке и Чемпионате Австрии. Испанцы же одержали три победы, с хоккейным счетом переграв дома Хитафи, увезя минимальную победу из Валентии и разгромив в родных стенах атлетики с Бильбао. В 2018 году команды встречались в Лиге Европы на стадии 1-16 финала, где после результативного мира в Испании Зальцбург отзывал домашнюю викторию с минимальным перевесом и прошел дальше, дойдя аж до полуфинала по пути, выбив Доргундскую Боруссию и Римский Лацио. В грядущей встрече шансы команд практически равны, но я бы дал предпочтение гостям, которые по сути не добрали очки в первом туре. Во втором матче этой группы нас ждет встреча хорошо знакомых друг другу Интера и Бенфики, игравших в прошлом розыгрыше турнира на стадии 1-4. В нынешнем же сезоне старт не задался у обеих дружин. Итальянцы лишь в концовке спасли ничью в Сан-Себастьяне, а португальцы и вовсе уступили в родных стенах Зальцбургу. За прошедшие две недели Бенфика одержала две победы в чемпионате, в крайнем туре минимально переграв дома Порту. Интер также одержал две виктории, вместе с ними потерпел и первое поражение, безвольно уступив дома Сосуоло. После стартовых неудач обеим командам не остается ничего другого, как играть на победу. Фаворитом, естественно, считается Интер, однако я бы не был так категоричен, учитывая непосредственно игру, а не результаты первого тура. Помимо матча в Сальцбурге, раньше остальных начнут встречу номинальные, да и впрочем реальные аутсайдеры группы С, Унион и Брага, которые вроде бы и дали бой Реалу и Наполе на старте турнира, но все равно потерпели минимальное поражение. Скорее всего, этим клубам уготована борьба за место в Лиге Европы. Фаворитом конкретно в этой встрече являются Хозяева, которые, впрочем, в чемпионате потерпели 4 поражения к ряду, забив всего 1 гол, что, наверное, является синдромом второго сезона. Прага же после поражения от Наполя одержала 2 уверенные виктории, забив каждом матче по 4 мяча, поэтому считаю, что в ментальном плане шансы команд равны, даже с небольшим перевесом в пользу гостей. В матче фаворитов квартета С, Наполи примет Реал. После старта в Лиге Чемпиона, неаполитанцы не сумели распечатать с ворота Болонии, но в последующих двух турах команда нашла свою игру, забив по 4 мяча в ворота Удинезе и Лечи. Реал, в свою очередь, в дерби уступил Атлетико, после чего одержал уверенную домашнюю победу над Лазос Пальмосом и разгромил в гостях лидера таблицы Жирону. В предстоящем матче шансы команд равны, но победы больше стоит ждать от Реала, потому что Ной это Реал, в которого гораздо больше опыта в Лиге Чемпионов. А вот самые заковыристые матчи, на мой взгляд, ждут нас в группе А. МЮ будет принимать Галатасарай. Как уже говорил, сила номинальных аутсайдеров этого квартета в домашних матчах, однако с нынешним МЮ можно побороться и на Олд Траффорд. Тем более, что в первом туре турецкая команда номинально потеряла очки, хотя если судить по сценарию матча, то, конечно же, спасла ничью. Команда же Тенхага, хоть и добивается побед, но делает это больше вопреки развитию событий. Даже 4-3 в Мюнхене выглядит очень радужно для тех, кто смотрел непосредственно всю встречу. Поэтому считаю, что Стамбульская дружина вполне может преподнести сюрприз в этом туре. Как, впрочем, жду упорной борьбы на домашней арене от Копенгагена, которая будет принимать грозную Баварию. Конечно, даже зацепить ничью для хозяев будет весьма сложно, но то, что матч будет непростым для гостей, я практически уверен. Ну а как сложится игра в целом, зависит от того, как сумеют выстоять датчане в стартовые минуты встречи. Напомню, что в прошлом сезоне в группе с Манчестер-Сити, Дортмундской Баруси и Севильей, Копенгаген не проиграл ни одного домашнего матча. Да и в целом, история выступлений датской команды в Лиге Чемпионов помнит домашние ничьи с Ювентусом и Барселоной, так что и положительный результат в игре с Баварией не сильно удивит. Ну и последняя группа на сегодня – Квартет Б, где все тоже довольно сложно. Севилья после домашней ничьей с Ланцем ездит в гости к разгромленному Арсеналом ПСВ, который за прошедший период одержал три уверенные победы в чемпионате с общим счетом 10-1. Правда, и соперники были более низкого уровня. Севилья же добыла безголевую ничью в гостях у Асасуны, разгромила дома Альмерии и минимально уступила на выезде в Барселоне. Любопытно, что команды уже встречались в этом году в рамках одной 16-й Лиги Европы. После разгромного поражения на выезде голландцы дома дважды поразили ворота соперника, который в итоге стал победителем турнира. В предстоящей встрече фаворитом считается ПСВ, однако Севилья совсем непростой соперник, поэтому вполне можно ожидать сюрпризов от испанцев. Вполне способен на неожиданности французский Ланц, который после ничьей с Севильей оживился в чемпионате, добыв две победы над неслабыми Тулузой и Страсбуром, при том, что за первые пять туров команда набрала всего один балл. Арсенал же после разгрома ПСВ в нищу завершил северлондонское дерби, в кубке минимально переграл Брэнфорд, а в крайнем туре разгромил Бормут. Арсенал является явным фаворитом встречи, однако все мы знаем, как канониры умеют неприятно удивлять своих болельщиков, независимо от уровня соперника. Но в целом Арсенал обязан забирать три очка, чтобы закрепить свое лидерство перед спаренными матчами против Севильи. Вот такие расклады на первый игровой день второго тура Лиги Чемпионов. Не забудьте поставить лайк этому видео и оставить комментарий по поводу предстоящих матчей. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!